Где укриття? Где укриття? Где укриття? Это мерно. Знаете мерно? Лише домовый дом. Но он помню, что это укриття самому. А где укриття не ближе? В метро. Где там метро? Не ходу. Я ж почат. Я ходила, но сейчас не ходу. Я не ходу сейчас. Вы ждете, что будет целый дом. У вас не приходит целый дом. У вас все еще послушали заплаты. В данном случае, в зависимости от порядка. Что касается. В первой и третьей. В первой, в первой, в первой. Штwarz от 120 женщин. После 200最近. До шестинодейника. До сьмин. Другов эта проблема. В первую. Хороший день Standards. В diesem этак. Это ключевая проблема. Мынемых Iskarte. Мы с этим. На Skeкви Eine scenes. Это прирост. Можно сидеть emergen-ык. Люди не хотят таких условий. Это 1-ая проблема. Другая проблема, я уже сьогоднюю воронку говорил, это приватный запад, который должен выполнять, который скажет, что мы будем вручить, его срабатывать. У меня трое детей, мне безопаснее дома, потому что пока я соберу их, я выйду, уже обстрел будет. Потому что так было, в последний раз, когда в день обстрелывали, я как раз вышла, я пошла за дитяной в садочек, подъехала, я до нее подъехала, но на дитяной уже, то я бы не обстрелила. Я живу в садочке, если что-то нужно, то можно стукать вам, вы открите, да? Это беденка, который сидит здесь. В основном бежать метро, но если есть вопросы, там старушки, это, я тут открываю, ну просто, сейчас мы, в начале войны, да, тут много было. А почему тут не ходят, как вы думаете? Надоело! Сейчас мы обстрелывались в людмеде, и они говорят, когда нам бегать, и министр сделает предложение, они говорят, если бы в доме было, в подвале, было бы здорово. Сейчас тут укриття нет, но местно сделали укриття именно, если их пропозиция, вы видите, тут нет укриття для жителей в доме. А как вам укриття? И если мы, на самом деле, долучимся к этой инициативе и сделаем нормальное укриття, от этого дома он никогда не будет, Дмитров, бежать не будет. Правильное решение? Абсолютно. Я хочу, чтобы это просто прокомментировать. Вопросы, потому что мы должны быть предоставлены каким-то сандартам. Если оно правда скреплено, мы будем рекомендувать эту беду. В школу для себя стоит. Мы проверяли, сказали, что вы туда не ходили. Подели на начале войны, сейчас перестали ходить. Мы знаем ваши постретные данные, все умерение. Мы знаем, что классно эта война и входят. А скреплено можно? А мы говорим, что российских предателей надо военный стан, разстреливать. Это самый ближче укриття. У нас нет укриття. Ну, чего? У гостинки вот тут. А мы за войну. И предателей надо пожизненно судить. А у нас на хабарях усы. И все, у них прокурор, и все, у нас там только один выход. И ферметик до старости, да? А вы ходите в укриття, или нет? Я, например, не могу прийти, я сижу, там некомфортно было. А это двоих стенками. Когда убирали? Ну, убирали. Они, не знаю, убирали, убирали. Так, люди попали назад. То есть вы там были в каких-то разах? Ну, это как до крови. Я за вас болела все життя. Я за вас болела все життя. Я за вас болела, что вы позакривали смертники у нас в этом хабарнике. Я за вас болела, что это самое, гоницы не мают, бухцы не мают. Мы пройшли по проблемам местам, подивились по спілкулаху с людьми. Ну, есть над чем работать. Действительно, проблема есть. Ее нужно решать. И максимально быстро, с усилением. Еще раз хочу наголосить. Место, мы этим занимаемся. И выделили кошти. И питание до... Причем значные кошти. Миллиард 200 миллионов гривен. Миллиард 200 миллионов гривен. И питание до балансового тренирующего, питание до районника адміністрации. Максимально быстро реализовать те, чтобы люди были захищены. Потому что на сегодняшний день безопасность, питание номер один в нашем городе. Их 465 день войны, а мы, до речи, в музычной школе. И вот тут даже есть протепиано. И Виталій Доминович говорит, что он даже играет на протепиано. Сейчас я концертей два, один, двух.